Говорить? Я даже на велосипеде ездила 9 километров туда и обратно, 9 туда и 9 обратно, чтобы здесь клубничку посадить. На одном дыхании сказала. Сейчас если я это сам как разойдусь, так что там дальше у нас? Забыла бы сказать, ну ладно, это не обязательно. Виноград, вино домашнее, огурчик в огороде рядышком, сел, выпил, закусил. О, а ты говорить не можешь, хрипишь, что говоришь. Обалденные ролики, прям как вот кино смотришь. Из квадрокопера когда снимали, прям. Я как-то мудит, зачем я коровку тебе продаю? Такая скотинька нужна самому. Да, вот типа такого. За малым не передумали продавать. А потом нас просят, а какого хрена вы обратно уезжаете? Почему? Муж захотел? Ну, причину? Вот, ну я об этом не могу говорить. Агентство титул, надо обращаться туда. И я думаю, вот если даже вдруг захотят наши сибиряки сюда приехать, ну, уже будем знать куда обращаться, им будем советовать. Мой запас закончился. Ну, вот так. Ну, вот так как-то. Ну, вот так. Все, да? Ну, все. Фух, фух. Все. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Это мой муж Виталий. Так как у него горлышко болит, поэтому сегодня буду говорить я. И расскажу все, что знаю. Ну, немножко я тоже расскажу. Ну, да. Проживаем мы в станице Новоалексеевско-Курганевского района. 13 лет мы здесь прожили. Решили вернуться к себе на родину, в Сибирь. Ну, дети там, родственники там. Мы здесь как бы одни, ну, и сил немножечко не хватает. Ну, мы со своим мужем познакомились. Проживали мы в Черемушках, республиках Акасия. Что-то решили поменять в этой жизни. Решили поближе к морю. Теплу. Поближе к югу. И поэтому решили переехать сюда. Поближе к югу, к винограду. Друзья приедут. Виноград, вино домашнее. Огурчик в огороде рядышком. Сел, выпил, закусил. В Краснодарском крае нам понравилось, что здесь что ни посади, все растет. Фрукты, овощи всегда тепло. Зимы теплые. Ну, поэтому и к морю поближе. Каждый год мы вот отдыхать ездили. Мы, когда сюда приехали, снимали сначала дом. Потом поездили, посмотрели станицы. Нам Новолисейская очень понравилась. Мы купили участок и строили дом для себя. В 11-м году мы начали строить фундамент сначала. И в 13-м году мы уже достроили и заехали сюда. То есть строили для себя. Мы заехали чисто в коробку. У нас еще нет отопления, ничего нету. Чисто газовая печка была подведена. Газ. Все. И вот потихонечку, потихонечку, все эти 10 лет почти мы от зарплаты до зарплаты старались доделать. Ну, в конце концов, доделали как бы. Когда мы в 11-м году поставили фундамент, пока мы надели фундамент ставить, мы не раз ругались. Ну, прямо ругались. Мы оспаривали, ну, в плане. Ну, оспаривали проект, как его именно сделать. Вот этот эркер. Мы долго-долго думали с эркером делать его, не делать. Постепенно так поставили. Когда пришли, наконец, к единому мнению, мы потихоньку его ставили. Единственное, что здесь у нас бригада делала, это делали нам. Подняли коробку и крышу на доме. А остальное все делали полностью своими руками. От зарплаты до зарплаты потихонечку. Ремонт делали. Утепляли пока. Вот он у нас несколько лет стоял чисто пеноплексом обклеенный. И потом ссадином обтянули. В общем, делали под себя. Делали, чтобы нам было тепло, светло, уютно и удобно. Поэтому дом отодвинули от забора. Потому что я люблю цветы. Муж сразу на это согласился. Все, вот цветник у меня перед домом. Это мое хозяйство. Все остальное это мужа. Ну и со мной, конечно. Вот так. Ну вот, как-то вот так. Все мы садили, все это мы разрабатывали. Купили участок. Тут вообще один лес был. Мы все это убирали, все чистили. Тут стоял лес акации. Все это мы делали с нуля. С нуля. Дом у нас трехкомнатный. То есть у нас две спальни, санузел, ванна, туалет, соединенный, коридор и кухня у нас с залом объединенные. Ну вот мы так хотели. Вот нам так нравилось, мы так хотели, делали под себя. Поэтому... Чтоб не было этой маленькой, тесной кухонь. Да, немножечко отделили зону эту. Плиточку выложили. Сюда уже ламинат. Ну, нам нравится. Ну и когда начали строиться, сразу начали сад поднимать потихоньку. Да. Потому что успевали сеять, сажать и одновременно строились. Мы еще два года строились, еще ездили сюда. Мы жили на квартире, снимали дом и сюда ездили постоянно. Я даже на велосипеде ездила. Девять километров туда и обратно. Девять туда и девять обратно. Чтоб здесь клубничку посадить. Потом дальше разрабатывали. Дальше лес. Остался у нас сзади еще лес небольшой. Наших территорий так остается. А за лесом там начинается сразу речка. Можно рыбу ловить. Ну, на самом этом месте рыба, конечно, не очень. Тут она проточность большая. А чуть левее мужики ходят, правее. С удочками сидят. У нас знакомый дядя Володя. Он прям рыбак заядлый. Он все время на речке. Ловит. И хороших усачей таких ловит. Хорошие. Карасик появился тоже. Ну, карасик появился, когда с пруда вода ушла. Ну, да. Да, тут пруды зарыбленные же у нас и в начале станицы, и в конце станицы. Как бы все без проблем тут вот это. Почему мы решили переехать? Ну, в принципе, у нас здесь никого нету родственников. Все у нас в Сибири. Ну, так как года бегут, уже сил меньше становится. И родственники там, мы поэтому поближе к своим уже. Ну, не помню. Ну, как бы хочется уже поближе. На Старой Сибири, как говорится, поближе кучечкой быть всех. В Ростовской области тут рядом тоже мои родные есть. Как бы, ну, охота-охота. А и ребятишки, что они, разъехались. В гости приехали и опять уехали. Все. Ну, теперь мы поближе к ним будем. Чаще будем видеться хоть. Вот, когда мы надумали дом продавать, конечно, такой тяжелый шаг. Здесь, как бы, каждое все сделано своими руками полностью. Ну, как от сердца отрываешь. Жалко. Ну, все равно, когда уже решили, начали искать, начали в Авито выкладывать. Да, сделали фотографии. Невестка тут была с сыном. Сделали фотографии, выложили на Авито. Посмотрела агентство, кто продает. Потом проехали по улице, говорю, ну, там висит на заборе, там визит на заборе. Просто висит. Нет. И наши знакомые нам посоветовали, ну, агентство Сомсикова. Я, наверное, недели две чисто вот смотрела ролики. Я, во-первых, мне нравятся обалденные ролики. Прямо как вот кино смотришь. И я такая, ну, смотрю отзывы хорошие. Давай попробуем. Я написала Сомсикову. Он первый день не ответил. Ну, человек был занят. Потом извинился. И все. И буквально через два дня он приехал, сделал нам видеообзор. Показал нам, как это было красиво. Касса на самом деле. Дом у нас очень красивый. Ну, мы и так знаем, что он красивый. И все. И вот поставили, выложили у нас все, что куда можно там. Уже работали. Работает агентство уже. Вот агентство работало. И в конце концов у нас нашлись покупатели. Да, звонили. Что-то кого-то не устраивало. Хочу сказать огромное-огромное спасибо Юле Громовой. Потому что она меня лично поддерживала. Прямо вот безумно поддерживала. Чуть маленько. Юля, что там у нас никак. А вот пишут такое. Она такая. Ничего не бойтесь. У вас все хорошо и прекрасно. Особенно, когда тебя диванные критики расстраивали. Да, когда читала там диванные критики. Вот эти все отзывы. Сразу Юля, а почему так пишут? Она ничего плохого. Ничего не обращайте внимания. Это люди, которым, может быть, и не надо ваш дом. Лишь бы пописать. Ну, очень сильно меня поддерживало. Ну, и как бы вот всему агентству вообще. Спасибо большое. Ну, мы вылазили на Авито фотографии. Ну, фотографии-фотографии. Небольшой там ролик мы сделали. Все равно это не то. Вроде красиво, но не то. Когда Сомсиков приехал и снял наш дом, было реально везде. Когда он полез на наш чердак, я думаю, господи, хоть бы он не упал с этой лестницы. Потому что лестница у нас немножко опасная. Вот. Все конкретно. Все посмотрел, просмотрел. Все честно сказал. Везде заглянул. Вот куда можно, везде заглянул. Ну, и про работу сказал, и про школу, и про детские сады. Ну, про все сказал. И с квадрокопера когда снимали, прям, как красиво, какая красота. Ну, реклама, естественно, на другом уровне. Да, совсем по-другому. Происходит. Совсем по-другому. По-другому не смотрится. Просто смотришь, когда наш видеообзор, вот мы, как бы, когда его посмотрели, да мы еще, кажется, даже и не знали, что у нас вот этого есть, как бы. Я как-то мудит. Зачем я коровку тебя продаю? Такая скотинька нужна самому. Да, вот типа такого. Ну, молодцы. Вот прям команда работает. Реально люди работают. Люди работают и работают на совесть. За малым не передумали продавать. Ну, вот так. Ну, когда мы уже договорились о сотрудничестве с агентством Титул, к нам прикрепили менеджера Юлию Громову. Я даже не знаю, что сказать. Реально просто человек. Неважно, вот выходной, не выходной. Я прочитала комментарии, он мне расстроил, я ей пишу. Воскресенье, неделя воскресенья. Люди отдыхают. Я пишу, Юль, что-то вот это там написали. Она всегда ответит. Или напишет, или даже позвонит. Просто реально она меня морально очень сильно поддерживала. Я прям вот очень ей благодарна. После выхода ролика, на неделе через две, появились первые обращения. Люди обращались, интересовались постройкой, интересовались кладкой. Как, что сделано, где там все это. Где-то вот именно критиковали. Кто-то там дали сцену, как бы... Скину, ну или даже говорили так, что давайте, мол, типа без агентства. Мы сразу категорически, нет. У нас надо, чтобы у нас было все законно. Да, мы не хотели никаких ошибок. Чтобы ни покупатели не ошиблись, ни мы не ошиблись. Вот как положено, так и нужно сделать. Поэтому отшивали таких. И вроде как бы сразу пошли какие-то сдвиги. Кто-то, кого-то не устраивала цена, кого-то не устраивала это. Мы потом подумали, что что-то долго зависло у нас, как бы... Ну, на наш взгляд вроде зависло что-то. Мы решили еще немножко скинуть цену. Не на торги оставлять никак. А просто сбросили. Мы сбросили сразу полляма. Ну, мы посоветовались. Я позвонила Николаю. Ну, не позвонила, написала. Говорю, Николай, может цена маленькая, великовата? Он, ну, не знаю, на ваше усмотрение. Вот на ваше усмотрение, как профессионала. Он нам посоветовал. Ну, попробуйте вот скинуть. Ну, мы немножко скинули, тогда звонков стало больше. То есть, профессионал есть профессионал. Вот реально, просто не знаешь, когда начинаешь продавать дом, да, думаешь, ну, столько сюда вложенной души, вот хочется столько. Ну, то, что хочется, и то, что есть на самом деле, большая разница. Профессионалы, они, да, нам подсказали, сказали реальную сумму. Вот с этого давайте начнем. И вот мы с этого и начали. Ну, вообще, поддержка большая. Вот прям реально большая поддержка. Ну, вот у нас где-то месяц назад покупалось, попало сразу два покупателя. Они позвонили и обе Иры. Ну, одна вперед позвонила, другая там через два дня. По херсонскому сертификату люди позвонили Ира. Попросила, вот у вас, у вас именно то, что снято, вот это вот у вас есть. Я говорю, да, все, что снято, это у нас все есть. Она говорит, а можно мы приедем? Пожалуйста, приезжайте. И вот они приехали с мужем, все прошли, посмотрели. Мы их, ну, как, встретили, все нормально. Все по огороду прошли. Он на речку сбегал, он рыбак. Говорит, ой, меня это уже устраивает. Все, ей все понравилось, как бы, ну, сказала, нам все понравилось. И все, и мы Юле позвонили тогда. И уже Юля уже начала там нас, ну, сближать там сделку, согласовывать все. Они потом еще приезжали. Уже вот когда документы делали, мы когда подписывали договор о купле-продаже вот это, Ира к нам приезжала прям с ночевкой. Утром встали. Как выспалась? Она говорит, выспалась. Значит, твое. Вот, ну, вот так вот. Люди хорошие, люди с Херсона, конечно. Я понимаю, что они остались без всего. Ну, мы очень много оставляем, помогаем, как бы, им. Двое деточек. Ну, вот так. Нам, собственно, понравилось очень, когда начали формироваться уже документы, все, работа с компанией. В том плане, что и юрист, и все дела решаются как-то быстро. Мы ни за что не опасаемся в решении документов о каких-то ошибках. Нужно все делать юристы, им все советуют, все. Наши остаются... Мы когда сделку начали делать, то есть, приехала юрист оттуда, прямо с Белореченска, ну, вот это они работают там. Она все бумажки привезла, все распечатано. Виктория, да. Все, муж зашел, так как он собственник, как бы, с покупателем. Все, зашел в МФЦ, они только росписи поставили, там, прочитали, что нужно. И все, без всяких проблем. Дальше же сертификат, как это делать. Мы вот, например, вообще в этом не разбираемся ничего. Поэтому опять приедет Виктория, опять все скажет, подскажет. Ну, это очень удобно, очень удобно. И девочки молодцы, приятно с ним работать, что Юля, Вика, просто вообще не его. Вообще. Молодцы, хорошо, объясняют все, расскажут. Да. Просто поговорят по-человечески, где-то пошутить, что-то, молодцы. Прям вот вообще, вот простые, вот не скажешь, что там она юристом, или что-то, ну, как бы, это уже статус, да. Ну, вот реально простые девчонки, очень хорошие, вот прям очень хорошие девчонки. Да, советуем обращаться в титул, ну, потому что действительно и съемку сделают, и подскажут, и сопровождение все есть, и все, и юридически, и просто морально даже поддерживают. В нашем, как бы, поселке, ну, как у нас станица, да, конечно, тяжелее продать, например, дом, чем в городе квартиру. Поэтому, ну, вот эти вот полгода, то, что мы с чего начали, как бы, когда поставили, и вот сейчас на заключение уже сделки, я думаю, что это нормально. Просто люди тоже же, как бы, дом купить, это же не просто так. Ну, и продать тоже не просто так. Поэтому надо обращаться вот в такие агентства, которые реально просто работают. Ну, у них ты уверен законно, что ни обмана, нигде ничего не будет, да, не проверить документы. И на покупателя, и на продавца, как бы. Да, работают и для покупателя, и для продавца. Поэтому вот надо сюда обращаться. Ну, сейчас мы от лица нашей семьи хотим поблагодарить агентство Титул за помощь, прям большую помощь. Самого Николая, то, что приехал, снял хороший ролик, правдивый ролик. Очень позитивный человек такой, на него смотришь и просто вот, ну, позитив, вот, прям молодец. Юлю, менеджера вот нашего тоже, то, что она нас сопровождала, она вот эти все полгода, она была с нами. Чуть маленько не то, я Юля, почему там, пишут так, она, все, Надежда, у вас все хорошо, у вас отличный дом. Ничего не бойтесь, ничего не переживайте, не переживайте просто. И у меня сразу настроение поднималось, я просто перестала читать плохие комментарии и жила позитивно. Также Виктория, вот, она все на бумаге подготовила, все распечатала. Что-то нужно, она написала мне, Надежда, там, соберите вот эту бумажечку, там, возьмите газ, свет, там, все это. Все, и приехала, она уже совсем, вот, полный пакет документов. Мы зашли в МФЦ, записаны уже были заранее туда. Зашли мы буквально там 20 минут, и все, и мы поехали домой. То есть я вот благодарна. И вам тоже благодарна за то, что вы делаете нам съемочку. Спасибо вам большое. Агентство Титул, надо обращаться туда. И я думаю, вот, если даже вдруг захотят наши сибиряки сюда переехать, ну, уже будем знать, куда обращаться, и им будем советовать. Мы очень благодарны агентству, и большое спасибо, что вы помогли нам продать дом. Спасибо. 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 Спасибо.